Страсти вокруг стелы на площади 40-летия Победы продолжают кипеть. Не так давно на одном из интернет-ресурсов появилась информация о том, что памятный знак сносят по желанию Русской Православной Церкви. Якобы он портит весь вид. В связи с этим Ивановское твиттер-сообщество разделилось на два лагеря – «Заоснос» и «Против». На самом деле этот знак не является памятником. Далее они пишут, что он мешал строительству храма. На самом деле храм еще был достроен при этом знаке. Я приветствую это благоустройство. Мы с вами получим благоустроенную площадь с освещением, с новыми деревьями, с тротуарной плиткой, с газонами, с камеиками, клумбами. Примерно так же звучит аргументация городских властей. Как ни крути, одни плюсы. Спиленные каштаны, как выяснилось, были больны. А сама Стелла, нареченная в соцсетях печкой, оказывается, долгое время уродовала центральную площадь. Защитники памятного знака не согласны. Эта история напоминает прибалтийскую историю, когда сносили памятник советским воинам-победителям. Когда они сказали, мы не будем его сносить, не будем его ломать, мы его просто перенесем на задворки, на кладбище. Так и у нас. Они вроде бы не ломают, хотя мы видим, что они действительно сломали, выпилили деревья, каштановую рощу, все поломали и сказали, что якобы это будет установлено в дворе какой-то школы. Вперед выставляют какие-то церковные или лже-символы, которые якобы должны показать величие страны. Но уже не той страны, великой страны, а вот их маленькая мирка коррупционного, которую они сейчас пытаются построить. А пока защитники и противники Стеллы спорили, сооружение было снесено. Из 16 каштанов осталось лишь 4 – самые здоровые. Очевидно, памятник Георгию Победоносцу украсит площадь лучше, чем Каштановый сквер.